Это итоги недели на восьмом в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! И сейчас коротко о главных событиях, которые произошли за минувшие семь дней. Приморцы уже могут поделиться мнением о поправках в Конституцию. Владимир Путин рассказал о борьбе с распространением коронавирусной инфекции за последние три месяца. Парад победы прошел во Владивостоке. Жители могли наблюдать его по телевизору и в интернете. В Приморье стартовало голосование по поправкам в Конституцию. Граждане могут поделиться мнением досрочно с 25 по 30 июня и в основной определенный день 1 июля. Впервые голосование доступно на дому. Это также позволит минимизировать риск для здоровья участников. Граждане активно пользуются этой возможностью. Ну, в среднем, если смотреть по статистике, мы понимаем, что да, действительно, избиратели активно вовлечены в процесс. Данных заявлений гораздо больше, потому что процедура сама предусматривает теперь возможность голосования вне помещения достаточно большой группе населения, в отличие от предыдущих избирательных компаний. Поэтому, да, люди действительно пользуются такой услугой. И я думаю, что это будет достаточно большой объем населения. Участковые избирательные комиссии нацелены в первую очередь на то, чтобы соблюдать все необходимые меры санитарной безопасности в условиях коронавируса. На участках будет осуществляться температурный контроль, дезинфекция помещений. Сотрудники комиссии будут работать в масках, перчатках и защитных экранах для лица. К слову, Приморье показало хорошую явку по итогам первого дня голосования. Явка избирателей составила почти 9%. Процедура проходила на суше и в море. 25 июня также губернатор края Олег Кожемяка вместе с супругой поделился мнением о предлагаемых изменениях. Поправки, которые принимаются, они касаются именно всех людей. Важно, чтобы сохранялись социальные гарантии, с тем, чтобы законом уже индексировалась пенсия для людей старшего поколения. Мы тоже в крае делаем многое, чтобы поддержать именно эту категорию, которая нуждается в нашей помощи. Показана в Конституции поправка также важнейшая. И для Приморья она имеет большое значение. Это доступность медицинского, скажем, обслуживания. Для нас медицина всегда была бесплатной, мы это понимаем. Но бывает бесплатная, но недоступная. Поэтому сейчас политика государства направлена именно на доступность на строительство амбулаторий, на строительство фельдшерских пунктов, на модернизацию системы здравоохранения. Мы 4,5 миллиарда рублей выделили на здравоохранение, на закупку дополнительного оборудования. 1,8 миллиарда рублей на ремонт учреждений здравоохранения. У нас будет построено 15 фапов, 6 амбулаторий в этом году, закуплено 19 машин скорой помощи, 49 санитарных автомобилей, 9 передвижных диагностических комплексов. По данным социологических опросов, жители Приморья проявляют интерес к голосованию. Люди стремятся исполнить свой гражданский долг. Чтобы избежать массовых скоплений людей, многие компании идут навстречу своим сотрудникам и организуют возможность голосования на рабочем месте. Мероприятие проходит в строгом соблюдении всех санитарных правил. Одним из первых такую работу провёл холдинг «Восток Цемент». Подробности в нашем сюжете. 25 июня дан старт общероссийскому голосованию по вопросу внесения поправок в Конституцию. Указом президента оно назначено на 1 июля. Для удобства и безопасности граждан участки открылись раньше и будут работать в течение недели. У всех желающих есть возможность сделать свой выбор досрочно. Проведена огромная работа. Поэтому каждый голос, каждый голос гражданина Российской Федерации важен. Если вы пришли на выборы, значит вы изучали, значит вы смотрели, значит вы нашли те поправки, которые важны и актуальны вам. Даже сегодня в очень тяжёлую ситуацию, всё-таки пандемия не закончилась, хотя и снимают какие-то ограничения. Но государство сделало так, чтобы была возможность проголосовать как в помещении, так и в палатках. Голосование будет происходить целую неделю до дня выборов. Поэтому вы спокойно можете открепиться, прийти на участок и проголосовать. В период так называемого голосования до дня голосования введён ЦИК после изучения лучших международных практик. Такой подход поможет избежать большого скопления людей и, как следствие, значительно снизит риски заражения коронавирусом. На ряде крупных предприятий Приморского края созданы временные избирательные участки, где сотрудники могут проголосовать без отрыва от производства и необходимости личного посещения участковой избирательной комиссии. Одним из первых такую работу провёл холдинг «Восток Цемент». Компания «Восток Цемент» всегда заботится о безопасности своих сотрудников. Поэтому мы, конечно, были очень рады той возможности, которая сейчас предоставляется для организации голосования по месту работы. Мы обратились в наши территориальные избирательные комиссии, которые находятся по соседству с нашими предприятиями. Они любезно согласились, выехали к нам на предприятие. Наши работники смогли оформить открепительные заявления. И тем самым мы сможем проголосовать досрочно в те даты, которые сейчас определены. Мы обеспечим нашим работникам безопасность. Они проголосуют на местах. А 1 июля смогут провести время с семьёй. Надеясь, что наша капризная погода Приморская этому будет способствовать. Как показал предварительный опрос, в общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию планируют участвовать более 60% респондентов Приморья. Выбор же вариантов, где избиратель заполнит бюллетень, в этот раз широк, как никогда. Олег Завьялов, Стас Лазебный. Новости на Восьмом. За несколько дней до старта голосования президент Владимир Путин вновь обратился к россиянам. В этот раз он говорил о борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране за последние три месяца. Путин поблагодарил жителей за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии. Отдельно высказал благодарность волонтёрам, губернаторам, мэрам и медикам. Уважаемые граждане России, 25 марта я впервые обратился к вам в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Прошло всего три месяца. Обычно на такой период один квартал пролетает быстро, порой даже незаметно. Но в эти, безусловно, сложные дни, недели, месяцы у всех нас было совсем другое ощущение времени. Слишком многое они в себя вместили. Президент также объявил о некоторых мерах поддержки. Так, выплаты медработникам будут продлены на июль и август. Ставка НДФЛ будет повышена с 13 до 15% для тех россиян, которые зарабатывают больше 5 миллионов рублей. Семьи с детьми до 16 лет получат выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребёнка ещё и в июле. Льготную ипотеку распространят на новое жильё стоимостью до 6 миллионов рублей. А в Москве и Санкт-Петербурге до 12 миллионов рублей. Режим самозанятых распространят на всю страну с 1 июля. Налог на прибыль IT-компаний будет снижен. Путин подчеркнул, что эпидемия ещё не закончилась. Обстановка в некоторых регионах, по его словам, остаётся сложной. Однако никто не будет оставлен в беде, пообещал президент. Отметим, в Приморье ситуация с COVID-19 остаётся довольно напряжённой, однако находится под контролем властей. В связи с этим принято решение ввести дополнительные послабления режима повышенной готовности. А именно разрешить работу гостиниц, которые прошли проверку административными комиссиями и занесены в соответствующий реестр. Снимается и пропускной режим с находки. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяка на очередном заседании регионального штаба. Принято решение о возобновлении работы классифицированных гостиниц, а также об открытии туристических и ландшафтных парков, которые были закрыты, о снятии пропускного режима с города находки. Это всё будет работать уже с завтрашнего дня. Также при условии выдерживания той эпидемиологической обстановки, которая есть в крае, мы к выходным дня, думаю, подойдём к открытию летних кафе, веранд. В дальнейшем при соблюдении эпидемиологического режима нераспространения заболеваний мы на следующей неделе подойдём к открытию фитнес-клубов, магазинов в большей площади. При этом нельзя забывать, что в местах, где оказывают услуги, граждане обязаны носить маски, перчатки. Ну и, конечно, это в первую очередь должен делать обслуживающий персонал, чтобы не допустить вспышек заболеваний. Парад Победы состоялся во Владивостоке 24 июня. Он прошёл в строгом соответствии с санитарным нормам, масочному режиму и социальной дистанции. Жители смогли увидеть его только по телевизору и интернету. Данное решение было принято, чтобы избежать скопления людей в непростой ситуации с коронавирусом. Улицы перед проведением торжественных мероприятий продезинфицировали. Парад традиционно начался с появления знамённой группы. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц поздравил присутствующих с великим праздником. Участники Парада Победы провели минуту молчания. Механизированную колонну, в которой задействовали 57 единиц техники, возглавил легендарный танк Т-34, который участвовал в Сталинградской битве. В завершении торжественных мероприятий сводный военный оркестр исполнил песню «День Победы». По традиции, главными героями торжеств стали, конечно, ветераны. Свой первый парад вспоминает Исаак Семёнович Ланцман. Я в госпитале был, да. Я же на Курской дуге меня ранил. За два дня до дня рождения. 11 июля меня ранило, 43-го года. А 13-й у меня день рождения, июля. Бросали нас вверх. Я боялся, чтобы не уронили, а то, думаю, там-то меня не убили, так здесь закончат. Нормально, радостно было. Ну, до того радостного вы себе представить не можете. Я боюсь, что выдержу ли я это ещё. Потому что вот весь пронизан этой радостью. Я же вам говорю, есть чем гордиться. Отметим, что Приморье одним из первых российских регионов провело и всероссийскую акцию «Весть Победы». Мероприятие состоялось также 24 июня в 12 часов. В разных городах края можно было услышать многочисленные гудки транспорта, шахт, фабрик и заводов. Церкви и соборы поддержали акцию колокольным звоном. Во Владивостоке звон прозвучал в Покровском соборе, который эхом отозвался в других храмах. Все суда в установленное время также прогудели в честь Великой Победы. А с 33-го военного причала прогремел традиционный полуденный выстрел. К 75-летию Великой Победы «Наш земляк» музыкальный продюсер Леонид Бурлаков выступил в роли командира музыкального батальона 2020. Так называется проект, в основу которого положена песня Булата Акуджавы «Нам нужна одна победа». Проект объединил музыкантов из нескольких стран и был исполнен на нескольких языках. Радиостанция «Лемма» накануне военного парада провела прямой эфир с Леонидом Бурлаковым, чтобы еще раз напомнить о Великой Победе и о том, какой ценой она была достигнута. Подробности в нашем сюжете. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу-плечом вырастаем в землю. Музыка всегда была отражением нашей реальности. Она может развеселить, поддержать в нужный момент или почтить память героев. В этом году именно на языке музыки решили поговорить с миром участники проекта «Музыкальный батальон», вдохновителем которого стал наш земляк, бывший продюсер группы «Мумитроль» Леонид Бурлаков. На 17 языках исполняется композиция. И сейчас ты реально понимаешь о том, что ты знаешь все эти слова, весь текст, и ты где-то в глубине души ее поешь, и она все-таки оживляет ту память, которая у нас есть о Великой Победе. И это должно быть так. Клипы, обложка к песне были подготовлены энтузиастами совершенно бесплатно. Переводы текста сделали сами исполнители. В ролике можно увидеть фото героев, сражавшихся за Отечество. Их собирали по всей России, в том числе во Владивостоке. Каждый человек, который исполняет песню в музыкальном батальоне, знает о ней и знает, о чем там поется. Поэтому это не музыкальный цирк. Я не хотел удивить кого-то, вот типа смотрите 17 языков. Я сначала хотел 12 языков максимум, потому что математически высчитал, что значит 12 языков будет, но люди стали обращаться. Вот греческая девочка, она сама узнала через знакомых, и соответственно, а можно я? По словам Леонида Бурлакова, ролик разлетелся по сети, и сейчас все репосты насчитывают более миллиона просмотров. Есть такое выражение, что без прошлого нет будущего. Кто бы как к этому не относился, но я думаю, что это действительно так. Потому что вот молодежь, которая подрастает сейчас, должна знать о тех событиях, о той истории, которая есть у нас, которая была. И они в том числе должны помнить и чтить своих уже прадедов. Поэтому этот проект, музыкальный батальон, рассчитан на все поколения. И принимал участие в этом проекте практически весь мир. И я думаю, что когда вы увидите этот сюжет, вам захочется заплакать. И вспомнить всех тех, кто нас защищал. Музыкальный батальон наглядно дает понять, что победа в Великой Отечественной войне была возможна только потому, что вместе с Советским Союзом за нее боролся весь мир. Множество наций, которые стали одним целым в борьбе за свободу. Участники проекта обещают в следующем году выпустить еще одну песню. Какую именно, пока хранят в секрете. Татьяна Митр, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Напомним, что стартовала эта неделя с не менее важной исторической даты. В День памяти и скорби 22 июня к Вечному огню у Мемориала боевая слава Тихоокеанского флота во Владивостоке возложили цветы. В этот день началась Великая Отечественная война. Память героев почтили минутой молчания. Отметим, что поправками в Конституцию предлагается возложить на государство обязанность сохранить память о подвиге защитников Отечества, обеспечить неприкосновенность исторической правды, не допустить фальсификацию истории. Об этом говорит Сергей Кондратенко, председатель Владивостокской общественной организации ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов. Это день памяти. Памяти о всех 27 миллионах погибших солдат в годы Великой Отечественной. День памяти тех, кто воевал, остался жив и умер же после войны. Для меня это день памяти для моего отца и моей мамы, которые здесь воевали на Дальнем Востоке. Отец от Бекина до Богоцина дошел, мама от Ханки до Мудазьяна и Харбина. Самое главное – это память. И сейчас то, что будет поправка у нас в Конституции касается этого, я считаю, это правильно. К слову, предложенные поправки показывают, что государство готово стать социальным и более ответственным перед самыми незащищенными категориями населения. Социальный блок поправок в Конституцию жители Приморья называют одним из самых актуальных. Это не только защита материнства и детства, укрепление института, семьи, врачебная помощь, индексация пенсий. Обманутые дольщики также получат дополнительные гарантии, в защиту своих прав. В Приморье уже сегодня можно говорить о том, что для многих семей наболевший квартирный вопрос был решен благополучно. В 2019 году были введены в эксплуатацию четыре долгостроя в Суражевке и Артеме. Во Владивостоке достроили жилой комплекс «Босфор». А совсем недавно, уже в этом году, в Краевом центре ввели в эксплуатацию комплекс «Одиссей». Порядка 200 семей получили долгожданные ключи. Жилой комплекс «Одиссей» введён в эксплуатацию во Владивостоке. Завершением строительных работ и ближайшим новосельем жильцов поздравил губернатор Приморья Олег Кожемяка. Конечно, получить желанные ключи от квартиры 200 семьям – это большой подарок и для этих семей, и, конечно, для города. Строить жилой комплекс «Одиссей» начали в 2014 году. Сдать дом должны были в 2017-м. Но на протяжении нескольких лет работы на объекте не проводились. Дело сдвинулось с мёртвой точки, когда пост губернатора занял Олег Кожемяка. Сейчас все квартиры полностью соответствуют требованиям. Осталось только сделать отделку. Это большой шаг и большая победа для людей, которые на протяжении шести лет ждали эти квартиры, снимали жильё, платили ипотеку по процентам. Конечно, не видели никаких перспектив ни в расширении семьи, ни в возможностях, допустим, растить и воспитывать детей на этих съёмных квартирах. «Одиссей» уже шестой из данной долгострой. Пять домов уже были введены в эксплуатацию в 2019 году. Более 500 семей дольщиков восстановлены в своих правах. «Всё закончено, и слава богу, мы видим счастливые лица дольщиков и будем продолжать свою работу, и мы не останавливаемся». Добавим на данный момент, корпорация развития Приморского края курирует работу по завершению строительства 20 долгостроев, включая 7 домов, проблема которых будет решаться за счёт средств из федерального бюджета. Олег Завьялов, Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на восьмом. 14 квартир готовят во Владивостоке к передаче детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по муниципальным контрактам, заключённым администрацией города в этом году. Ещё три контракта находятся в процессе заключения. Напомним, в 2019 году для детей-сирот приобрели 27 квартир. «В 2020 году правительством Приморского края городу выделено более 75 миллионов рублей на цели для приобретения жилья для детей-сирот. В настоящий момент у нас заключено 14 муниципальных контрактов. Проходит процедура приёмки. Приобретаются квартиры как однокомнатные, так и двухкомнатные на территории Владивостокского городского округа». Планируется, что ключи от приобретаемых квартир выручат новосёлам во втором полугодии. Одним из условий является предоставление квартиры в таком состоянии, чтобы в ней сразу можно было бы жить. «В квартирах пройдён ремонт, пригодный для проживания. Квартиры проверяются на наличие водоснабжения, канализации. Важно, чтобы это было комфортное жильё для селений-сирот после предоставления. Планируется приобрести не менее 15 жилых помещений. Вручение квартир детям-сиротам планируем после проведения всех процедур принятие муниципальной собственности». Пандемия коронавируса изменила уклад жизни россиян, об этом заявил Владимир Путин в своём телеобращении к жителям. Из-за длительных ограничений серьёзно пострадала экономика страны, количество безработных увеличилось. Однако для тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации, был принят ряд мер поддержки. Так было увеличено пособие по безработице. Семьям, где оба родителя потеряли работу, выплачивают по 3 тысячи рублей на ребёнка. Приморцам также предложили принять участие в общественных и временных работах. Кроме того, уже сегодня по мере снятия ограничений можно задуматься о поиске новой занятости. Рынок труда начинает постепенно оживать. О том, как подобрать вакансию, в следующем репортаже. За последние месяцы на рынке труда Приморья наблюдался спад. Так, в первой неделе мая количество вакансий сократилось. Падение характерно для данного периода. На праздничные и выходные дни в мае этого года пришлось 14 дней. Однако в июне количество рабочих дней значительно больше, а также частично снимаются карантинные меры. Это приведёт к усилению активностей как работодателей, так и соискателей. Если говорить о профотраслях, которые наиболее пострадали за коронакризис, то это в первую очередь, конечно, искусство развлечения, масс-медиа, туризм, вся хорика, страхование, консультирование и даже высший менеджмент. Сейчас, на данный момент, на сайте чеч.ру в Приморском крае размещено более 6 тысяч вакансий. 3 тысячи вакансий в городе Владивосток. Наиболее популярными профобластями из текущих вакансий являются продажи медицина-фармацевтика. Много вакансий и в производстве, строительстве и рабочем персонале. Что касается соискателей, здесь специалисты также регистрируют спад. Текущий коронакризис отличается от кризисов 2009-2015 года именно тем, что соискательская активность сейчас невысока. В прошлые годы очень много людей высвобождалось, много специалистов и люди массово искали работу. Сейчас же не совсем так. И работодатели, и соискатели сейчас заняли выдержанную такую выжидательную позицию и ждут, собственно, того, что будет происходить дальше. К сожалению, мошенники также могут активизироваться и воспользоваться ситуацией. Схем мошенничества много, но, пожалуй, самые распространенные варианты – это не оплата оказанных услуг. Например, сомнительная компания просит дизайнера, копирайтера, фотографа, наборщика текстов выполнить объемное и сложное тестовое задание, а когда результат получен – пропадает. Или же, когда человек выходит на работу без официального оформления трудоустройства и через месяц выясняется, что платить за сделанную работу ему никто ничего не собирается. В первую очередь нужно обращать внимание на источник вакансии. Нужно обращать внимание, откуда к вам попала эта вакансия, где вы ее нашли. Если это рекрутинговые порталы или сайты компаний, то это наиболее безопасная история, потому что там вакансии все-таки проверяются. Важно обращать внимание и на саму вакансию. Например, бывают вакансии с руководящей позицией, при этом не требуется никакого опыта или с минимальным перечнем обязанностей, но с высокой зарплатой. Это не обязательно мошенники, но на деле реальная оплата может быть значительно ниже. Специалисты советуют и обращать внимание на то, как работодатель ведет себя на собеседовании. Не должен работодатель на этапе собеседования требовать от соискателя какие-то финансовые вложения, будь то оплата за собеседование, за обучение, за стажировку или не должен предлагать каких-то товаров или своих собственных услуг. Кроме этого, обращайте внимание на документы, которые подписываете. Любые документы, которые подписывает соискатель, он должен читать, внимательно смотреть. Выход на работу должен сопровождаться заключением соответствующего договора, даже если предусмотрен испытательный срок. Вообще испытательный срок – это нормальная практика для большинства компаний, но сам факт пробного периода и условия его прохождения, в том числе и оплата, должны быть зафиксированы в трудовом договоре. При этом размер оклада на испытательном сроке и после его прохождения не должен различаться. Испытательный срок и уже штатная работа, они также регламентируются одними трудовыми взаимоотношениями. То есть первый рабочий день – это день испытательного срока. Поэтому всегда советуем соискателям обращать на это внимание и искать работу более аккуратно. Также не разглашайте ваши личные данные до официального трудоустройства. На собеседовании вас могут попросить заполнить дополнительную анкету с подробной информацией – от паспортных данных до уровня вашего дохода и дохода родственников. Будьте внимательны, эти данные могут использовать мошенники. И если компания вызывает хоть какие-то сомнения, откажитесь от заполнения анкеты. Дмитрий Беломеснов, Денис Фадеев. Новости на Восьмом. Летний туристический сезон 2020 стартовал во всех регионах России. Принимать гостей готовится и Приморский край. Первым значимым мероприятием по продвижению имиджа региона как интересного туристического направления внутри страны стал приезд команды телепередачи «По секрету всему свету». Неделю съемочная группа провела на разных точках и локациях края. Отметим, Приморье и, в частности, в Владивосток часто становятся локации для съемок программ о путешествиях. Так, в прошлом году были организованы 14 фам-туров, включая приезд корейских ютуб-блогеров, японских звезд и других. Также в прошлом году Приморье посещали съемочные группы российских телепередач. Центральным событием этих дней в Приморье, конечно, стал Парад Победы. Напомним, он был перенесен с 9 мая из-за непростой эпидситуации. Дата проведения – 24 июня – была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1945 году, состоялись первые праздничные мероприятия в честь окончания Великой Отечественной войны на Красной площади в Москве. В Приморье в этом году мероприятия провели во Владивостоке и Уссурийске. Подробно за тем, как дальневосточная столица принимала Парад Победы 2020, смотрим вместе и без комментариев. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ 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 Такой мы увидели эту неделю. В студии работала Юлия Рокотская. Увидимся на восьмом в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова